Привет, Ижевск! Меня зовут Серёжа. У меня сегодня для вас доклад «Старатки нету из Тутнета». У него такое пространное название, абсолютно не менее пространный тезис, у которого ничего не понятно, о чём будет этот доклад. На самом деле, это такое логическое продолжение доклада Жени. Доклад про боль, про пейлы. На самом деле, тут будет несколько пейлов, но, в отличие от Женина, они все с счастливым концом. Да, я тоже работаю в компании «Скабэконтор». Как вы знаете, это такая загадочная конторка из Экетеринбуда, которая делает всякие бухгалтерские непонятные штуки скучные, у которой больше миллиона клиентов. Вот этот самый факт, что у «Контора» больше миллиона клиентов, он говорит следующим вещам. Не платят «Контора» деньги, они шлют какие-то вещи через «Контор», и, соответственно, «Контор» должен предоставлять им какие-то гарантии, чтобы сервисы были постоянно доступны, чтобы всё, что они загрузили, не терялось, и было доступно по первым уже их запросам. Ну и «Битомик» получил следующее. То есть этот самый миллион юзеров нам генерировал уже более битабайтов линерного контента. Это привело к тому, что мы в какой-то момент уткнулись в производительность готовых хранилок для линерного контента и написали своё на «Скабэконтор». Также мы написали кучу абсолютных велосипедов, которые уже существуют в текущей мере «Кайлоада». Например, у нас есть в «Своян Росквейль» распределённая документоориентированная база данных. Там примерно 3,5 терабайта данных хранится в оперативной памяти. Значит, всё это счастье обслуживают сотни микросервисов. Они расположены на тысячах репликах. В общем, у нас такой уже получается достаточно нехилый провод. И особенность-то в том, что всё это написано на дутнете. Это в географическом никто не делает. Мой доклад будет в формате таких баек разработческих. То есть, как я уже сказал, это будут фейлы. Фейлы в своём большинстве будут со счастливым концом. Ну и вот, и в качестве вопроса хочется сказать такую мысль. На дутнете, когда вы пишете высоконагруженное приложение, даже если вы напишете абсолютно идеальный код. Такого, конечно, практически не бывает. Ну, допустим, написать абсолютно идеальный код. Это абсолютно не гарантирует того, что он не упадёт в продакшен. Не за косячи. Ну, ладно, поехали. Значит, первая история называется Deadlock. Все знают, что такое Deadlock? Значит, это ситуация, когда у нас есть два протока, и они вызывают взаимблокировку и не могут самостоятельно из неё выйти. Всё, приложение втухает, и нужно его перезапускать, и каким-то образом у него решается. Значит, как я уже говорил, у нас есть такая самописная документоориентированная кроминка, она называется Zeba. Не спрашивайте, почему она так называется, я не умею это объяснять абсолютно. Значит, там есть таблицы, как во всех базах данных. В этих таблицах хранятся какие-то данные. И эти данные размазаны по кластеру. У нас большой кластер, примерно из 100 физических машин. На каждой физической машинке крутится примерно 3 или 5 инстансов этой самой Зебры. И по этому самому кластеру большому прямому размазаны данные. Данные размазаны в виде таких небольших структурных единиц под названием таблет. Это примерно 30 мегабайт. Ну, есть таблицы весят там терабайт, они как-то по чуть-чуть на каждом сервере лежат. То есть на каждом сервере может быть несколько таблетов одной таблицы, при этом они с таблетами других таблиц, как-то так не задумываются. И эта штука у нас работала, работала очень быстро, так как это иммунное хранение еще. Забросили уже прилетают, обрабатываются буквально за одну-две миллисекунды. Поиски всякие, серчи в критер, вау, здорово, классно. И в какой-то момент мы наблюдали такую ситуацию. Вот в одну эту очень маленькую структурную единицу таблет перестали обрабатываться записи чтения. То есть запрос влетал в таблет сервер, и все. Останавливался. Дальше по логам ничего последним нельзя было, никакой информации в блогах про это не было. При этом, что самое интересное, сам сервер не стухал, по меликам все было хорошо, в блогах ни единой ошибки. Запросы в остальные таблеты выполнялись очень быстро и замечательно. Ну, первый раз мы что подумали? Блин, какая фигня. Взяли и купили. Все стало хорошо. Ситуация повторилась примерно через недельку. Повторилась точно так же. Мы начали разбираться. Ага, что-то такое может быть. Ну, тут явно же что-то лочится. Начали смотреть код. Код был, если не совсем идеальным, достаточно хорошим. Мы не нашли там никаких мест, где мог быть дедлог. Мы показывали его разным людям. Люди тоже говорили, ну, никого дедлога здесь быть не может. Ну, окей. Начали все-таки искать места, где может там возникнуть дедлог. Единственное место, где пролезли какие-то блокировки, это был ренитив синхронизации по названию видов дедлог-слейн. Ну, скорее всего, вы его знаете. Это очень простая штука. Она реализует такой принцип, что у вас есть множество читателей, которые могут параллельно читать, захватывать дедлог, и один рейтер. То есть, когда приходит рейтер, он дождается, пока все читатели из него выйдут, захватит весь лог, эксклюзивно что-то там поделает, освободит этот лог, и дальше идет и снова начинает конкурентно все делать. Использовался он буквально в одном месте. Использование было обернуто в нашу такой extension, который использовался при этом. Ну, то есть, блин, он освобождался всегда, абсолютно всегда. Что это может быть? Вообще непонятно. Ситуация повторялась. То есть, да, у нас раз 6 или 7 уже сложилась такая ситуация. Мы сгоняли данные на Windows 8 сервера, и он начинал работать. Без перегрузки этого сервиса. Ну, вероятно, все исправлялось, и теперь создавался этот рейтер. Женя уже рассказывал про такую классную штуку под названием WinBPG. Поднимите руки, кто с ней работал вообще. Да, вы красно меня понимаете, у него прям такой мужецкий интерфейс, вообще классный, классный. То есть, те, кто не пользовался, обязательно попробуйте хотя бы в ознакомительных целях. Это вообще, там, мое впечатление гарантировано. В общем, мы взяли, дождались повторения этой ситуации, сняли данных, нашли все потоки абсолютно, которые работали с этим нашим проблемным таблетом, посмотрели их стриптрейсы, и стриптрейсы были абсолютно одинаковые, не все пытались схватить блоки, ждали пока он освободится. Ну, да, окей. Дальше мы нашли этот самый объект ReaderWriterLockSlim, посмотрели его стриптуку внутри, и нашли там ровно такое же количество waiters, сколько у нас было потоков с такими стриптрейсами. То есть, все потоки, которые пришли в этот ReaderWriterLockSlim, они ждали и пытались схватить блок, как будто бы ReaderWriterLockSlim был уже захвачен кем-то на эксклюзивную запись. У нас есть такое поле AUNES. Тут какая-то страшная циферка, она с помощью нехитрых преобразований раскрывается признак того, захвачен эксклюзивный блок или нет. И вот то, что вы видите на экране, это говорит о том, что как раз этот циферный слезивный блок и захвачен. Но как же так? Как же такое может быть? У нас все потоки висят на вейтерах. Нет ни единого потока, который может быть внутри. РеaderWriterLockSlim и что-то делать под блокировкой. Значит, окей. Все, идеи кончились. Мы решили, что сделать? Мы решили смоделировать эту ситуацию. Мы выбрали очень простое приложение, которое создавало количество потоков, равное количеству ядер на машине. И эти все потоки, они беспорядочно постоянно захватывали рейдер, брейтер блоки, освобождали их. И мы запустили все это дело на наших машинках, которые у нас пластили. На самом деле у нас пластер очень гетерогенный. То есть там есть виртуальные машины, там есть слабые железные сервера, там есть очень мощные железные сервера. Мы получили следующие результаты. На виртуальных машинах видблока не было никогда. Значит, на машинах, на которых стояла версия больше, чем 4.5.1, тоже мы не смогли формировать видблок. Дальше. Закономерное следующее. Если на машине стояла версия винды, да, мы все это делаем под виндой, как Женя уже говорил, версия была больше, чем 2012 R2, видблок тоже не был. И мы нашли одну, только одну комбинацию environment, при которой видблок моделировался надежно и очень быстро. Вот буквально через 20-30 секунд после стоянта нашей филоружки мы получали тыкву. Значит, это должен быть обязательно железный сервер, это обязательно должна быть dual socket машина, т.е. там должно быть два процессора, не там, не двух ядер, а именно два процессора физически. Там должен стоять dotnet 4.5.1, и там должен стоять Windows Server 2012 без R2. Только на этой комбинации environment у нас гарантированно случался дублок. И такие тачки у нас были в костере, да. Мы проследили именно на них, и была такая проблема. Ну, в вашей версии что может быть? . Конечно. Т.е. мы достали сорцы и начали сравнивать, чем отличаются в разных версиях dotnet-а. Ридеры этого слима нашли только одно отличие. Т.е. в версии 4.5.1 есть такой приватный метод, который делает интересную вещь. Он присваивает ноль к приватному полю mylock. Mylock — это кто захватил эксклюзивный блокировок. А в dotnet 4.5.1 они, видимо, поняли, что что-то, что-то, короче, не то намажили. И они сделали это с помощью volatile инструкции, volatile write с помощью вставки memory barrient. Ну и да, действительно. Т.е. это был банк dotnet-а. Банк dotnet-а, он жил с френдрока 3.5. И благополучно работал. Т.е. мы дальше начали раскуривать, но почему это возникает. Ну и гипотеза была следующая. Она, в общем-то, подтвердилась впоследствии. Мы нашли подтверждение. Т.е. размер объекта reader writer work slim в большинстве случаев он как минимум 88 байт. Размер кэшлинии современных винтовских процессоров это 64 байта. В общем, без memory barrient достаточно большое расстояние процессоров долго-долго при большой конкуренции и галлюдация кэша происходит без memory barrient и атомат. Таким образом, при высокой конкуренции на игру может попасть закарабченная версия объекта reader writer work slim и он сохраняется в память уже закарабченным, захваченным. При том, что ни один из потоков не захватил блокировку. Мы получаем бедлог. Навечно. Мы пошли в интернет. Был записан, наверное, единственный, кто его использует. Мы шли вот на одного человека, который столкнулся с этой проблемой. Столкнулся с ней в 2014 году. Это был чувак по имени Андрей Чебыгин, у которого есть какой-то вложик в интернете. Он писал об этом везде. Там на стеклянке снова еще где-то писал. Везде была ноль ансос. Чувак реально страдал. Да, у него была один в один эта ситуация. Он это тоже смоделировал. Это правда как-то очень сложно. В итоге, после того, как мы это распурили, нашли эту информацию уже гораздо позже того, как мы сами ее побороли. Он сам пришел тем же самым выводом. Точно так же обновил просто дотнет. И оно все заработало. И написал ровно такое же объяснение. Ну, собственно, как побороли эту проблему, это очевидно. Мы просто обновили весь день в вывод. Мы больше с этой проблемой не сталкивались. То есть вот так вот, да, мы любим дотнет и си шарм за то, что он такой классный и менеджер, и безопрошивает нас от того, чтобы мы стреляли себе в ногу. Но вот его пишут такие же люди, как мы с вами. Они могут бажить причем довольно жестко и довольно политичных вещах. На этом, наверное, первая история все. И сейчас вторая байка. Вторая байка называется ГЦ. ГЦ, вы же знаете, что такое. Это наш самый любимый, возможно, самая любимая вещь в дотнете — это гарпыш коллектор. Кто знает, как он работает? Один человек знает, да? Ну, то есть вопрос был, конечно, с подвохом. Многие знают, что там просто есть поколение, да, там есть луг, прочая противная вещь. То есть он между поколениями переносит объектики, чистит иногда компакт, дефрагментирует. А, и вопрос-то был не об этом. Как он работает изнутри? Какая логика его работы, когда он срабатывает? Мы об этом не знают вообще никто, на самом деле. Даже есть сомнения, что вот сами разработчики ГЦ на 100% понимают уже, как он работает. Мы как-то хотели запариться, поизучать код. Гарпыш коллектора даже нашли его, там был мегабайт плюсового кода, мы решили… Лучше как-нибудь, короче, поживем с этим. Ну, поехали. Значит, снова это же самая ЗЕБА. И, как я уже говорил, там очень много данных живет в оперативной памяти. То есть в какой-то определенный момент у нас самая таблицеревая ЗЕБА, то есть одиннадцатый приложение, они выросли примерно до 10 гигабайт оперативки. То есть данные, нам не сказать, что очень горячие, некоторым данным обращение могло быть, допустим, раз в недельку, некоторым раз в секунду, некоторым раз в 30 миллисекунд. Вот. И эти данные были долгоживущими. То есть они жили во втором поколении сборщика мусора. И периодически наши приложения начали падать в бумаг. То есть работает, работает, работает приложение. Потом перестают отвечать на запросы. Влога – тишина, просто дырка. Через некоторое время она жила. Да, это был блокирующий ГЦ. И вопрос аудитории. Вы же, наверное, многое сталкивались с блокирующим ГЦ. Самый долгий ГЦ на вашей памяти? Ну, ладно, видимо, не сильно долгий. Но у нас были ГЦ по 10 минут. То есть приложение в ту колонну 10 минут, потом подставало из обморока и работало, ничем не бывало. Была просто крылька в годах, следующее сообщение было через 10 минут. Значит, мы начали изучать, да, что не так, почему это происходит. У винты есть такая очень интересная особенность. Если данные лежат в оперативке, и эти данные… Оперативки даже может быть очень много свободны. Эти данные свободны, она их просто сбрасывает в файл подкачки в слог. СМИ просто приезжают, лежат там, несмотря на то, что памяти свободны много. И у нас так и было. То есть данные у нас залезли в слог. Потом гармеш коллектор решал такое, ага, а давай-ка я покалечу второе поколение и поагментирую HIP. Он начинал мне сагментировать HIP. Соответственно, он все данные перегонял в оперативную память. Головка жесткого диска начинала истерично дергаться и тыкаться в различные абсолютно рандомные зоны жесткого диска. И это все выглядело примерно так. То есть Swap Memory у нас перетекает в оперативную память. Как только она перетекла, у нас счетчик второго поколения сбоку мусора увеличился на единицу. Вот. И это была абсолютно частая ситуация. То есть в день мы могли штук пять-шесть таких уморков наблюдать. Это было абсолютно неприемлемо. У нас приблизилась какая-то там очень важная отчетность. Там мы абсолютно не могли подвести пользователей и нужно было что-то решать. У нас было там недели две до отчетности. И вот такого поведения мы позволить себе абсолютно не могли. То есть это были тайм-ауты от клиентов, недовольства и прочее. что первое приходит на ум, что можно сделать? Отключить Swap. Отключить Swap, да. Конечно, мы так и сделали. То есть у нас огромнейший кластер на 100-татчик. Мы сказали админам админ, 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 отключите нам Swap. Админ, и такие же проблемы. Неделю админы отключали Swap. Ну, потому что там... Потому что там... Ну, нельзя же просто вырубить сервер. В нем данные. Нужно его мягонько вывести, чтобы данные перетекли на долгое сервер. Так, ладно, выключать, выключать. Админы выключили Swap, все здорово. У нас ничего больше не сводится. Мы получаем на одной из татчиков на многих наш процесс падает. Мы пошли изучать, что происходит на других татчках. Увидели следующую картину. Это скрин процесс Explorer. Вот мы видим нашу физическую память. У нас тут 26 гигабайт занято. Еще там что-то у нас свободненькое есть. И видим System Commit. Систем коммит, ну, все, наверное, знают, что такое. То, что у нас страница памяти, которая для уважения за коммитинг. И он у нас вообще на грани. Иначе 32 гигаб, то 31. Мы посмотрели что-то такое. Это оказались страницы файлового кэша линда. То есть что это непонятно? То ли это баг в винде, то ли это какая-то особенность, которую они никому не рассказали, почему-то посчитали, что так нужно. Но винда по какой-то причине эти страницы файлового кэша не освобождает. Они уже никому не нужны вообще. Мы их даже нашли, проанализировав память, и даже смогли их скинуть вдохну. Вот даже видно в зере, это сколько и количество страниц. Но коммит при этом не освободился. Что это, мы так и не понимаем. Вообще ситуация сложилась такая. Достаточно было дуновение легкого ветерка, чтобы этот коммит переполнился, и все, любое приложение, которое попыталось выделить память, оно упомянулось, расшнулось. Этот ветерок дунул той ночью. У нас какая особенность? У нас когда падает один сервер, данные с него перетекают на другие. Ну, вы поняли, да? В общем, в той ночь мы потеряли примерно 30% кластеров. Остальные 60% были тоже на границе. Следующие примерно полторы или двое суток админы потратили на то, чтобы включить сволку машины. Значит, отчетность визится, надо что-то делать, но ситуация абсолютно неприемлемая. Мы начали искать пути выхода из ситуации. Ну, и, как водится, обратились к нами любимому и одновременно нелюбимому Геннаде. Там оказались такие две магические функции под названием virtual query и virtual log. Значит, первая страница может достать все страницы, первая команда может достать все страницы памяти, которая выделила приложение, и дернуть из них какую-то мету. Там куча всякой ненужной меты, но, кроме всего прочего, там можно посмотреть, где живет эта страница памяти физической, то есть в оперативной памяти или в слопе. И вторая команда virtual log, то есть если к этой страничке применить эту команду, страница груздави перебивается к оперативной памяти. Если же она в слопе, она достается из слопа, и попадает в оперативную память, и она всегда там остается. Мы тут на коленке на лопале демона спихали в каждое свое приложение, которое выгребает все страницы виртуальной памяти через какой-то промежуток времени, и калачивает их в оперативку. Ну, и все отлично, мы пережили эту отчетность, как клево, да, зажились. Но решение, ну, правда, костыльное, вообще, реально, костыль. В первых, она не красивая, она не нравилась, во вторых, она поджирала, конечно, процессор, возможно было, конечно, оптимизировать там какие-то, я не знаю, мерджить эти диапазоны памяти и прочее. И вообще не хотелось этим заниматься, хотелось порешать проблему на корню. А, значит, помощь пришла из Израиля, вот этот дядька, который на вас просится, его зовут Саша Гольдштейн, это такой очень мощный специалист по перформансу в Дуднейке, и не только. Когда-то, в 2008 году, он с товарищем написал, во многом ради фана, кучу штуковину под названием non-play же CELAT-хост, надо небольшое электрическое отступление сделать, все процессы, которые написаны на C-шапе, вы запускаете, они запускаются в рамках какого-то хоста. То есть, если вы ничего не делаете, они запускаются в рамках дефолтного, например, хоста. А, например, ИИС использует свой собственный CELAT-хост, поэтому там всегда включен CELAT-цепт, например. То есть, что позволяет CELAT-хост делать? Он позволяет управлять многими такими внутренними с дурными вещами, такими, как, например, локатор памяти или менеджер потоков. И, написав свой тестовный CELAT-хост, можно как-то в эти механизмы вмешиваться. В общем, что делал этот non-paged CELAT-хост за авторством Саши Гольнштейна? Он просто навешивал хуки на вызовы для локации памяти. Когда страничка выделялась, он прямо на этапе выделения ее привел к оперативке. Все бы ничего, вроде как бы, используя это приложение, мы начали тестировать, обнаружили несколько небольших минусов. Во-первых, он не работал под дотнетом, выше второго. Во-вторых, нельзя было запустить более одного инстанса на машине с этой штукой в приложении. А в-третьих, он нам так хорошо готов. Разбираться, почему он так делает, нам особо не хотелось, но идея была красивая, и мы просто взяли, и мы упали хороший на поджет CELAT-хост, который ничего не крашивает и работает под другой версией дотнетом. С тех пор эта штука у нас работает уже года полтора, мы через нее запускаем практически все наши mission critical сервисы, они не скопятся, все здорово. Кстати, Саша приезжал буквально две недели назад, проводил тренинг, и он рассказал про то, что мы его идею позаимствовали, там Саша расстроился, смахнул скупую слезу и разродился твиттером по этому поводу. Ну, в общем, да, Саша что-ли понравилось, идея классная, она так шала, там, раздевался сроком. Ну, и, наверное, последняя на сегодняшний день байка, она называется TAIL LATENCY. Значит, TAIL LATENCY что такое? Ну, вот у вас есть какие-то агрегаты, данные по времени выполнения вашего запроса, TAIL LATENCY — это различные аномалии в небольшом проценте ваших запросов, ну, это 99% аномально высокие, аномально низкие, или что-то такое. Вот, как я уже говорил, у нас есть несколько распределенных бесплодавных систем, в которых требуется две вещи — надежность и скорость их работы. То есть с надежностью у нас уже было все хорошо, со скоростью, в общем-то, тоже все было хорошо, на грузочном тесте все было практически идеально, все выполнялось быстро, но на продажении мы наблюдали вот такую картиночку. То есть у нас 95-й перцентиль, он был там в районе 3-4 миллисекунд, вот эти вот выбросы — это вполне штатные выбросы, а 99-й перцентиль был почти на порядок больше, то есть он выходил за психологические ответки в 100 миллисекунд, ну, это было вообще абсолютно непонятно и неприемлемо. То есть почти все запросы выполнялись, чем, наверное, молниеносно и предсказуемо, а какая-то очень малая часть запросов где-то тупила. Мы по-разному пытались решать эту проблему, мы там анализировали, нагрузочно тестировали, что-то оптимизировали, ситуация чуть-чуть ухудшалась, где-то чуть-чуть ухудшалась, по логам пытались такие запросы отследить, а в логах было следующее — запрос прилетает в сервис, а, запрос улетает от клиентов, и прилетает в сервис примерно 2 секунды позже, и там обрабатывается молниеносно. Что это такое? Где летал запрос, все это время абсолютно было непонятно. А проанализировали, что объединяет все эти сервисы, на которых наблюдается вот такая локачка. Они все используют в качестве поставщика HTTP-запросов, MLB-чика HTTP-запросов, HTTP-лист — нет такой штуки. Скорее всего, вы все знаете, она работает поверх драйвера под названием HTTPSYS. HTTPSYS — это такой драйвер, поставляется вместе с виндой, достаточно старый, закрытый. Чем он занимается? Он собирает все приходящие HTTP-запросы, в очередь разбирает там какие-то заголовочки, отвергает явный мусор и поставляет эти запросики, например, на HTTPSYS. Окей, ну, мы поняли, да, куда нужно копать, в какую сторону. Решили затестить это. Взяли, написали простой кассейн, который возвращает 200-ку, на HTTPSYS, естественно, написали. И развернули на абсолютно всех тех же тачках, на которых у нас работали наши основные приложения. И начали звать простые HTTP-запросы с каким-то достаточно частым интервалом времени. Да, я уже говорил, что у нас кластер большой, гетерогенный, и результаты, которые мы получили, были следующие. На виртуальных машинах все было новым. Ну, все преэксплазуемо, никаких выбросов, все работало быстро. На таких мощных, физических серверах, на которых там было 24 ядра или там 40 ядер, тоже все было просто вообще. А на обычных железных серверах, на которых у нас большинство всяких наших хранилов и хостится, у них все было вообще просто отстойно. Это просто был какой-то ужас. То есть порой мы наблюдали запросы на кассира, которые просто должны вернуть моментально 200, а они выполняли 108 секунд. То есть там 100 запросов выполняется за миллисекунду, а один за 8 секунд. Окей, значит, мы подумали, что может быть это соседство HTTP-лиснеров, потому что мы на моем площадке постирали. Соседство HTTP-лиснеров так мешает? Нет. Мы запустили на абсолютно чистых тачках и получили абсолютно те же результаты. Ну, на самом деле, на абсолютно чистых тачках, на них четко удалось, получили примерно те же самые результаты. Запускали рядом несколько, результаты не изменились. Значит, мы подумали, ага, наверное, что-то создает паразитную нагрузку на процессор, и это влияет. Мы начали выкручивать процессор на тестовых тачках, смотреть, как будут меняться результаты. То есть, взяли обычный железный сервер, вывернули ЦПУ на 30 паразитной нагрузки, у нас были удовлетворительные результаты вполне. 50% ЦПУ результаты стали плохие, 80% вообще все стало плохо, там уже процентов 90 запросов выполнялись за 5 секунд и более. Окей, понятно. Значит, виновата паразитная нагрузка и ее соседство с ЧТПССами. Решили посмотреть, ага, как у нас там устроен ЧТПСС. Это оказалось абсолютно неразрешимой задачей. В интернетах по поводу внутреннести ЧТПСССа не сказано ни слова. Мы пробовали внеснуть сам драйвер. Затея абсолютно невыполнимая, потому что это мегабайт очень неоптимизированного и очень непонятного хода, как оказалось. Интуитивная мысль была, что нужно посмотреть на потоки ЧТПСС. Чем не подтвержденная мысль, но только она оказалась правильной. Значит, нашли, где они находятся. Так как это драйвер, его потоки хвостятся в процессе систем. Мы их нашли, да, действительно, вот они, потоки ЧТПСССа. И мы выделили несколько очень интересных наблюдений про эти потоки, которые нам позволили решить эту задачку. Значит, потоки бывают разные из ЧТПСССа. Бывают потоки, которые не делают ничего. Бывают потоки, которые, наоборот, трудятся очень и очень явно и делают, по-видимому, очень много полезной работы. У этих потоков нормальный приоритет. Тут стоит заметить, что все наши приложения мы запускаем, как правило, с приоритетом выше нормального, чтобы у них не эффектировали всякие поразительные штуки слева. И самое интересное, важный поток ЧТПССССа был процессор Афинити. Если вы не знаете, что такое процессор Афинити, это когда все выполнение вашего потока прибитых вождями к одному конкретному процессору. Ну и вот, собственно, на железных тачках у потока ЧТПСССа, важного потока, был процессор Афинити на одно и два. В виртуальных машинах этого нет. На очень мощных машинах, на которых было 20 ядер, процессор Афинити был 4 ядом, на 40 ядов 8. Какую-то тенденцию мы не смогли уловить, но это, в общем-то, было и не нужно. Окей. Значит, вот, перечислим еще раз все эти наши наблюдения. В ЧТПСССе есть разные типы потоков. И только один важный поток, он имеет нормальный приоритет, и он имеет сингл Афинити. Ну, в общем-то, становится все понятно, что что происходит. То есть паразитная нагрузка периодически просто сгорает этот поток с ядра, потому что паразитная нагрузка выше приоритет, потоку ЧТПСССа не хватает процессорного времени, поэтому он просто не принимает и не кладет в очередь ЧТПСССа. Поэтому мы получаем наши, собственно, увеличения ТВСССей до каких-то неприличных размеров в периоды. Окей. Нужно с этим что-то делать. Ну, первое, что приходит норма, давайте повысим потоков приоритет, и с ним у него это самое Афинити. А, на самом деле, так-то просто было. Значит, процесс систем, он весь такой венди-сикюрный-сикюрный, и даже админы винды, они не имеют к нему доступа. То есть я не могу там ничего делать. А делать можно только из другого драйвера. Писать драйвер нам вообще, короче, не хотелось, было денег. И мы нашли такую очень классную штуку под названием процесс-хакер. У нас инсульсная. Это как task-менеджер процесс-эксплорер, тут немного лучше. Он умеет больше грандиально все, что можно себе представить. И делает это из-под драйвера. Да, у нас большая благодарность с ребятами, которые это написали. Собственно, что мы сделали? Мы взяли сорцы этого самого HTPCS-хакера, выдрали из них нужный нам код, и написали утилитку под названием HTPCS-хакер, которая находит нужные нам протоки, которая выставляет им более высокий приоритет, и снимает core-эффинити. Значит, протестили на какой-то утилитке эту штуку, да, все было здорово. Мы, наверное, взяли и включили нашу систему диплоя, раскатали вообще все наши приложения на этой штуке, заглянули в метрики, и, собственно, да, это был момент инженерного триумфа. То есть, да, мы могли смотреть на эту картинку очень долго, там у нас лили слезы, это была прям победа, короче, это было очень здорово. Все. Больше проблемы с той вэтански у нас не повторялись, и вот, наверное, уже с год мы живем, с абсолютно адекватным проведением процентов. На самом деле, это решение, но довольно, так сказать, дальше. Честно, честно. В дальнейшем, что мы планируем сделать, чтобы все было хорошо, будем просто отказаться от местного чтпсса. То есть, сейчас в команде отменчиков Microsoft и сидят очень клевые ребята, они уже примерно два года как пилят одного чтпсса под названием «Гестрель», он умеет абсолютно то же самое, что чтпссс, только лучше. Он быстро оптимизированный, у него интерфейс подозрительно похож на интерфейс чтпсссера, то есть переход абсолютно ничего не стоит, он достаточно, там, надо только строчек поменять. И работает он достаточно стабильно, мы его активно тестируем, часть наших приложений уже работает на нем, и я думаю, что в скором времени все наши приложения дает его пустырь. Значит, ну и какой выбор, вот из этих всех баек, которые я вам сегодня рассказывал, можно сделать. Какой выбор я могу, как человек, который работает в инфраструктурной команде. Вот когда вы пишете приложения, пишите их на Детнете, вы должны нести ответственность за работу вашего приложения на уровне абстракции на один, на два и даже больше уровней, ниже, чем код, чем уровень кода, на котором мы написали это приложение. И обязательно должны знать, как подобные проблемы достаточно быстро разруливать, диагностировать и решать. Вот. Ну и на последнем слайде я снова хочу порекламировать свой каналчик в телеграмме про WinDBG. WinDBG – это очень мощный инструмент для анализа данных, решения проблем сформансом. Про него абсолютно нет какой-то классной документации в интернетах, я бы подался туда собрать все, что нужно для гейстарта. Значит, процесс хакер, который я уже рекламировал сегодня, ссылочка на него, но, прежде всего, хост, та самая статья Саши Гольштейна в комплексе. И ссылка на 4 серверы от команды смейтчиков. Все, спасибо большое. Вопросики. Огромное спасибо за доклад. Первый вопрос. Вы сказали, у вас с одной момента в памяти находится очень большой объем данных. Есть ли у вас в компании какие-то best practices, которые регламентируют, как нужно работать с такими объемами, и как не подставлять постоянно подборщик мусора, чтобы там где-то заранее может быть, какой-то массив, постоянно в нем одетка лоцировать и так далее? Да, на разных уровнях у нас есть решение этой проблемы. То есть, да, там, где выделяются байтовые массивы, мы практически всегда используем просто пулы. Пулы байтовых массивов, чтобы не выделять, не создавать многое трафик. Это не решает проблемы со вторым поколением, потому что эти массивы будут лежать во втором поколении. Можно делать хитрые пулы, можно делать их с помощью авиа-сегментов, или с помощью новой штуки от Microsoft, так называемых SPAD. Выделить один жирный байтовый массив и давать от него кусочки. Способов много, но и последнее скажу. То есть, если вы замечаете, что у вас размер хипа увеличивается очень сильно, это такая общая практика, и эти данные там будут жить очень долго, вы лучше сделайте на одной точке несколько реприк этого приложения с памятью хипа. Собственно, мы так и сделаем. А различные приемы, типа пинат, массива, где-нибудь, чтобы сборщик мусора не двигал его по памяти постоянно? Это ведет форгментацию хипа довольно. Спасибо. И второй вопрос. Где можно скачать ваш в вашном бейже CLR-хост? Вот это с вашего члена, а ваш где можно поиграться? В нашем за телефон-репозиторе. Можно устроиться к нам, работать. Нет, мы когда-нибудь его за пенсерсием, если дойдут руки. Пока честно говоря, я верю. И никак. Здравствуйте. У меня вопрос тоже у вас про вторую байку. У вас проблемы с начала возникли вообще почему? Потому что очень сильно засиралась оперативная память объектами, которые вы создавали там сами у себя. Немножко не так. У нас было очень много долгоживущих объектов. Да. А почему вот у вас было много больших многоживущих объектов? Можно ли было? Они не были большими. Не были. А все-таки проблема того, в чем вы не могли как-то, конечно, куда, например, прикрутить, чтобы у вас не было этой проблемы со сбором, чтобы вы сами как-то контролировали процесс того, что у вас сохраняется на диск, и как вы это устанавливаете обратно, чтобы вообще вот такой беды не возникло? Кэш прикрутить, кэш на диске. Ну да, естественно. Это противоречит цели самого приложения. То есть то есть это фаза данных, в которой все данные хранятся в оперативной памяти где-то быстро. Если что-то будет на диске, это будет. Что? А так бы получилось долго. Так бы получилось тоже долго. Так бы получилось тоже долго. Да. То есть у нас запросики, довольно сложные запросики выполняются там за единицами и все. А оперативная память сильно дорога, нет? Нет, нет, не только. Я же рассказывал, почему эта проблема. То есть даже при большом количестве свободной оперативной памяти винда сбрасывает холодные данные в свой. Ну как? Вы же словом, когда отрубили, у вас все равно какой-то момент дал такой коммит. Оно растет. Коммит, который от файлового кэша остается. Он растет, 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 растет на какой-то величины. Мы не могли купить больше оперативной памяти, чтобы он перестал расти. То есть на тачках, где было 64 и 128 гигабайт, он нарастал. Мы не поняли, почему это происходит в таком ситуации. Честно. У меня вопрос о конструкции типа памяти. Вот в курсах мы можем писать свои собственные авокаты памяти. с помощью вина. То есть либо писать как раз то, что вы говорили всего этого. Либо писать на курсах. Да. Штатных механизмов нет. на курсах на курсах. На курсах на курсах. на курсах общего кода, который мы используем. И это просто очень дорого и ненадёжно начинать приписывать всё это на плюсы на те же самые. Просто просто это не стоит делать. То есть дотнетом научились работать, научились решать проблемы с ним, делаем это достаточно хорошо и нас устраивает производительность. там можно, да, всё это потянет, но для этого надо переписать. Мы пишем на обычной формулке всё. Кстати, я сейчас зареприровал телефон. Это джависты, легошники вообще пишут. ВКонтакте пишут. Дайте, а вот сложно. Так, ну на самом деле лучшего вопроса я выделить не могу. я подарил книжечку человеку, который пишет на плюсах и постоянно испытывает боль. Книжка, кстати, классная, всем рекомендую. Эта книжка от чуваков из Google называется Сайт Релобилити Инженер. Очень полезная книжка про то, как не упасть под нагрузку. А самое прикольное, что она, вообще-то, бесплатно полностью есть, знаете? Так что можете читать их не в бумаге, но полностью. На Google Books она есть в Google. Всё, спасибо! Спасибо. Спасибо.